всех приветствую сегодня видео будет о том что иногда переделывать бывает таки здесь легче чем сделать заново прислали мне здесь с черкеска вот такой вот генератор на постоянных магнитах человек его сделал но когда перемотали начал он его крутить ничего этот генератор не дает вам выяснилось так что перемотчик взял и намотал стандартная схема 1 катушка фазы 2 пропускают 2 катушка фазы 2 пропускаем 3 катушка фазы и как бы выход уже с этой фазы 1 но человек применил нестандартное количество полюсов которые на этом генераторе при этом количестве зубов по методике бавария 9 на 14 9 зубов 14 магнитных полюсов есть лишь легкий скос хотя его при такой системе делать не обязательно потому что как раз таки борьба с залипаниями идет нестандартным этим количеством полюсов здесь применена чем я считаю очень хорошо сделан генератор это тем что здесь применена труба для того чтобы сформировать тело ротора это позволяет очень облегчить то есть это не цельнометаллическая болванка а это выточена ось на нее приварены две как бы крышки шайбы большие надета труба и потом уже топор это все проточил симметрично приварили видно но что могу сказать какие сейчас сразу вижу ошибки это не прошу правильно понять это не критика изготовления потому что с человеком я общался и при его так сказать первоначальных знаниях он сделал в общем-то все правильно но есть неправильные нюансы которые хочу сказать вам первый минус труба тонкая она всего лишь два миллиметра что конечно при магнитах в три или четыре миллиметра как человек говорил это не совсем толстая труба но магнитный поток все-таки проходит через металл этот замыкается ладно спишем что нормально но зазор здесь очень большой сделан между магнитом и зубом он сделан около короче трех миллиметров даже 5 миллиметров до 5 миллиметров то есть по два с половиной миллиметра на сторону это много это уменьшает залипание но уменьшает и умер гидали хочу обратить ваше внимание что статор сделан из двух статоров сваренного они разного размера может быть даже и внутренний был разный размер но по набору по высоте набора железа они разные и для того чтобы убрать несимметричность сварки несимметричность зубов внутренний до диаметр зубы изнутри как я вижу может быть конечно я ошибаюсь но у меня что-то такое прям впечатление что их проточили или это плаком за металлу короче скажу так здесь он не проточен и если кто-то соберется протачивать и внутри статор этого делать нельзя потому что вот эти вот пластинки которые здесь парка перезамыкают и вы получите не набор стата трансформаторного железа а простые железяки которыми токи фуко здесь все убьют всю энергию будет греться кончики зубов но никак не будет идти нормальное магнитное поле именно в зуб коммутация катушек сделаны неправильно еще что на что хочу обратить внимание заполнение паза намотка сделано качественно но вот заполнение паза процент этот очень очень маленький то есть предположим если все что здесь мог можно было запихать в этот паз взять за единицу дата здесь максимум 06 от возможного здесь можно было применить более толстый провод с тем же количеством витков и он бы нормально бы улегся сюда то есть при том же напряжении мы бы мы бы получили вас максим более больший точнее максимальный ток который мог бы дать этот статор но как есть так есть теперь как будет работа сейчас я попробую раскоммутировать катушки размотать посмотреть все таки как они соединены и сейчас увидите на экране схему соединения этих катушек при таком соотношении зубьев и магнитных полюсов и вот попробую переподсоедините посмотрим что из этого получится жалко качественно конечно он упакован но надо его все таки перри подключить вот так я вытащил эти шесть концов по стандартной схеме то есть намочек здесь сделал качественно работу причем на сто процентов согласно техническому заданию просто сам из человека то изготавливал этот и как говорится проектировал этот ветряк он не поставил задачу перед перемотчиком использовать нестандартную намотку не показал ему эту схему вот соответственно не показал количество полюсов и намотчик сделал стандартную намотку сейчас я это все буду переподсоединять в схему баварии вот она у вас опять же на экране причем не кажется что намотчик реально понимал что что-то здесь не так и у нас там такие хорошие прям сложил здесь хорошие хвосты для того чтобы можно было видеть где катушки начинаются где они соединяются как вот вот и можно было перекоммутировать и перепаять вот прям видно такие длинненькие хвосты так что вот это как раз тот вариант когда переделывать все-таки легче чем сделать заново так сейчас быстренько поясню почему не всегда человек когда вы придете допустим и попросите перенамотчика намотать вам обмотки на нестандартный генератор которым нестандартная да не явно выраженный полюс как говорится почему он может вас не понять потому что человек который с этим не сталкивался у него немножечко может вот так вот сказать типа так не мотают и он будет прав что так не мотают я сейчас объясню вот тут я зарисовал схемку быстренько у меня принтера нет я руками дочь мне так сказать помогла вот посмотрите на расположение катушек да то есть цветовая гамма начало 1 2 3 плюс посмотрите какая намотка то есть казалось бы да а по часовой следующее а против часовой потом смотрите сколько перекидываем и опять а против часовой казалось бы ну все три фазы как намотать но вы обратите внимание чтобы входящие уже маленькая то есть она идет против часовой хотя первой фазы она шла по часовой то есть понимаете какая каша у намотчика может когда вы это начнете ему объяснять на словах вот поэтому когда вы делаете витрогенератор нестандартные намотки применяйте да они просто переклеиваете тоже количество полюсов что было в оригинале но пожалуйста вникните это и если вы сами не можете перемотать по этой схеме то максимально понятно после понимания этих процессов намоток объясните это перемотчику который вам будет делать эту работу чтобы он не делал лишнюю работу а вы не выкидывали деньги на ветер то есть выясняем катушки и подписываем их первая фаза далее по схеме по схеме также подписываем второй зуб фазы второй зуб первой фазы простите тогда и 3 причем обратите внимание он не где-то здесь то есть здесь перекинули до через одну всего лишь но получается 3 катушка вот она не не это первая не это вторая не это третья а именно вот это первое вот это вторая переброс и вот это третья выход вот то есть да даже я который вроде как читает эти все картинки как нужно запутался подписывали но все равно перепроверил и вот этот момент для новичков желательно конечно делать подписывать все фазы и катушки которые будут на эти зубе иди иди конечно намотан чужие заслуги хотел себе приписать переподсоединен скоммутирован выведены концы начала марки отмаркировал там количеством полосочек 1 2 3 полосочки на входе на выходе вот сейчас чем на что обратил внимание крышки крышки этого генератора они по идее вот так вот должны складываться но я не могу понять как здесь была произведена стяжка этих крышек почему вот эти отверстия технологии ну они не технологические и не заводские видно что они просверлены уже человеком непосредственно после сборки но если так внимательно посмотреть то вот эта часть крышки она не дает свободно просунуть вот сюда вот такую шпильку что в общем и видно по ее изгибу неестественным значит как говорится доработать дальше напильником я сейчас сделаю 36 точнее ушек вот в этих как раз местах вот сюда наварю пластинки металлические и тем самым как бы вынесу отверстие чуть-чуть сторону от стенки вот такие ушки получились вот такое можно сейчас собрать и примерно примерно посмотреть что получится из этого собрал видимо неправильно рассчитали длину вала и получается что подшипник один выдавила также буквально ну миллиметра на 3 сейчас я попробую нарезать валу м6 резьбу крутить сюда под ключ 10 головку болт и покрутить так у меня есть супер-пупер оператор проверили крутится ничто не задевает сейчас соединим звезду подключим диодный мост и без тахометра хотя бы просто посмотрим есть ли напряжение это наш котейкин хвост собрали мы генератор сейчас я его прокручу тестовый уже я такой прокрут сделал сейчас вам покажу цифры давайте вниз обороты совсем небольшие то есть вот уже тридцать один тридцать девять сорок вольт в звезде 40 вольт там на каких-то оборотах побила почти 190 обороты не знаю видно вам 32 вольта 31 вольт самый интересный момент батарейка сила на основной камере так подключаем аккумулятор и так поехали один ампер уже есть 2 короче 7 ампер дает заряд эти обмотки пощупать их греются они не греются я не могу но я думаю все таки они греются для 12 вольт это получается 70 80 ватт выпрямлять в звезду соединять для 12 вольт это так генератор не вижу смысла потому что нужно все таки уменьшить сопротивление то есть нужно будет выпрямить все фазы и соединить параллель либо в треугольниках соединить ну как бы как бы так на этом переделка и видео заканчивается она удачная переделка даже более чем удачная генератор заработал какую энергию будет получать конечный пользователь это уже его так сказать головная боль рекомендации я дам соединить в либо в треугольник либо выпрямить каждую фазу и выпустить параллельно и использовать для 24 вольтовой системы этот генератор и тогда вот именно данная конфигурация оборудования генератора обмоток может дать ну вот 200 дать так как это будет гидротурбина плюс еще передаточный там число ну 200 ватт каждый час я считаю это очень хороший тем более на воде хороший показатель всем пока кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось дизлайки задавайте вопросы в меру своей компетенции буду отвечать всем пока